Сегодня завершила свою работу Кавказская инвестиционная выставка Минвода-Экспо 12 тысяч новых рабочих мест. Результат реализации представленных проектов из Карачева-Черкесии. Об их реализации рассказал глава республики Рашют Тимрезов, председателю правительства России Михаилу Мишустину. Альбина Ламкова продолжит тему. Кавказская инвестиционная выставка состоялась в центре Минвода-Экспо. Форум проводится впервые. Новая площадка предназначена для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала регионов России. Это очень важное мероприятие для всей нашей страны, для такого важного региона, как Северо-Кавказский федеральный округ, который имеет огромный потенциал для своего развития. Участниками этой выставки зарегистрировались более трех тысяч компаний, участников, человек. И это, ну знаете, по масштабам на самом деле очень-очень впечатляет. Масштабное событие объединило руководителей федеральных органов власти, все субъекты СКФО и представителей бизнеса. Вопреки западным санкциям против России открываются новые возможности для регионов, в особенности для Северного Кавказа. Округ получает шанс наращивать импортозамещение. Ключевые моменты представленных проектов говорят об их высоком потенциале. Впечатляет стенд нашей республики. Совсем недавно у вас были с коллегами. Что нового за эти несколько дней? Еще раз хотел слово благодарности вам высказать наше посещение. Для Карачаево-Черкесии это такой импульс. Я вам докладывал по поводу прорывных проектов, по модели экономического развития. В модель экономического развития республики вошли проекты по становлению интенсивного садоводства. Он является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса нашей республики. В модель включены два проекта. По закладке садов интенсивного типа общей площадью, 1 тысяча гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тысяч тонн. Проект по развитию зеленой генерации предусматривает строительство четырех малых гидроэлектростанций. До конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию еще одну малую ГЭС. Особое внимание уделяется туризму. В модель включены два прорывных проекта – развитие туристко-рекреационных кластеров «Архизы Тиберда-Дамбай». Их реализация проходит в соответствии с утвержденными графиками, отметил Рашид Тимрезов, и находится на его личном контроле. Цели поставлены и подписаны соглашения. Ключевые вопросы в контексте представленных проектов нашего региона впечатляют. Недавно мы были в Китае, даже на них хотим обратить внимание, как они регулируют эту отрасль. И если это посчитаете целесообразным, то, думаю, что до конца месяца могли бы представить какие-то соображения в виде небольшой записки. Ну, в первую очередь, все науково-емкие отрасли сегодня нужно максимально стараться развивать. Технологический суверенитет, о котором говорил президент, не достигнут без развития именно таких отраслей. Мы сказали, что станкостроение – отлично. Мы были с вами на ряде производств, и на «Лукаме», и на «Демоте». Везде вот эти технологические нюансы и новинки говорят о том, что нам нужно свое собственное производство развивать. И я очень надеюсь на то, что все получится, в том числе и в Карачево-Черкесии. В результате осмотра Кавказской инвестиционной выставки дана положительная динамика всего округа. Михаил Мишустин отметил рост промышленности, увеличение объема товаров собственного производства. Были представлены интересные проекты в самых разных отраслях. Многое уже сделано для повышения инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево, Черкесия.